Всем большой привет! Начинаем влог! Всем привет! Начинаю снимать свои покупки. Не знаю, или это войдет в отдельное видео или во влог. Ну, короче, покупки с магазина Сильпо на 500 гривен практически. Взяла пельмени сибирские. Они стоят 96 гривен. Тут 800 грамм. Но они обалденные. Как-то очень давно мы их брали. Потом перешли на мамины, на белая береза. Но увидела их что-то вот прямо классное. Так что советую. Уже открыла, попробовала. Не раз не пробовала вот этот чай от Greenfield Sprint Melody. Я не шел ни в акции, ничего. Просто вот захотелось. Сильпо, конечно, магазин дорогой. Он там в районе 40 гривен этот чаек стоил. Мне понравился. Я могу рекомендовать. Также дороже там туалетная бумага Зева. 53 гривны. 20 гривен вот такие с копейками. Рушники, сметанка, 2 творога. Это обезжиренные кушать. И взяла Галычина. 5% сырнички. Мне из него нравится. Большой кетчуп. Конфеты. Киев вечерний. Не знаю, или съедим. Или уже пойдет у меня на конкурс. Но если что, докуплю. Потом пойду. Так, батончик. От Укрпромпостач. Милансика. Вкусная колбаска. Сыр российский Кома. Очень понравился в плове, как работает эта трижня смена. Очень быстро и очень вкусный. Взяла 35, по-моему. Так, ну а молочком. Вот и все мои покупки на 500 гривен в магазине Сильпо. Начинаю готовить ужин. Это у меня будет жульен такой быстрый на сковородке. И сделаю картофельный пюре. Грибы с луком. Добавила потом сметанки. И под конец добавлю натертый сыр. Под крышку. И готово. Покупки с магазина Лоток на 312 гривен. Взяла банку воды. 6-литровую. Потом кабачковую икру Верес. Сметану славяночка. Хлеб европейский зерновой. Молоко. Сыр российский. И вот такой вот перятин. Творог. Яблоко украинский. Буряк, селедка. Картошка. И хлеб. Вот такие вот покупки. Покупки с магазина Укрпромпостач. Не все было, что я хотела. Что купила. Запеченную буженину. Давно я ее не брала. Значит, сейчас скажу вам цену. Буженина запечена по 258 гривен. На это на 258 гривен. Тут ром на килограмм. По 258 гривен килограмм. Фарш взяла. Это их производство. Там еще продается мясо. Фарш говяжьего не попало. Взяла свиной. Смешаю с куриным филе. Фаршем своим. Значит, фарш по 96 гривен 80 копеек. Так, дальше. Колбаса ликорска. По 177 гривен за килограмм. Это получилось на 255. Сосиски с макота. По 121 гривне на 130. И 6 воршковых. Воршковые сосиски. По 154 гривны на 94 гривны. Общая сумма покупок в магазине у меня составила 837 гривен практически. Такие вот покупки. Так, я подготовила селедку. Буряк. Яйца. Буду делать гречки и котлетки. В прикуску мужу салат. Ленивая шуба. Спекла яблочки. Так, и сейчас покажу вам гречку и котлетки. Так, гречка. Вот фарш на котлетки. Буду сейчас готовить. Так, ну и салатик. Такой ленивая шуба готов. Мне нравится, в принципе, больше, конечно, обычная шуба. Но под гречку, под такой картошки не хочется. Поэтому вот такой вариант очень даже выручает. Так, сейчас отнесу маме, что-то она приболела. У меня само что-то горло так неспокойно. Ну, конечно, такие припады. Выходишь утром в зиму, в обед, в лето, а вечером в осень. Какой организм выдержит. Так, и буду заниматься ванными процедурами. Так, ну и мои процедуры вечерние. Начинается с соли для ванн. Я парю ножки. Делаю педикюр. Такой лёгкий. Уже не такой яркий, как летом. Единственное, что у меня иногда вырастает ноготь. Особенно правый. И, когда я обрежу, если там нет открытой раны, иногда выделяется такое, какое с кровью. Я сначала, когда есть открытая рана, промываю чуть-чуть ваткой йодоцерином. И, когда оно высохнет, вот таким вот сыпучим, я и, когда у Лолы какие-то ранки наколется, знаете, вот такими этими колосками. И себе на палец. Гентаксепт. Очень классная штука. Я так поняла, что это антибиотик, но он сразу убирает любое воспаление, любой нарыв. Поэтому всем рекомендую. Гентаксепт. Так. Маску сделаю для лица. Гель этот уже надо добивать. Он мне надоел. Я буду делать скоро заказ. Либо же пойду в магазин, куплю. Не знаю, у меня как-то настроения нету на заказы. Понтин прави. Ярко-синий, ничего особенного. Как бы так. Проходящий шампунь для меня больше повторять не буду. Для волос использую такой для кончиков масло. Эликсил преображение. Неплохое. И для легкого расчесывания еще побрызгаю вот этим от Глискур. Тоже повторять не буду. Ничего особенного. Хорошая, но не могу я найти свою марку. Также очень хочется перекраситься. Я хочу в такой, знаете, медово-светло-медовый цвет. Не знаю. Сама, наверное, не рискну. Надо пойти в салон. Также бабушку опять будут вложить в больницу. В центре города. Так что буду к ней ездить. Поснимаю вам немного наш центр. Не знаю, какое выйдет следующее видео. Либо же конкурс. Либо же покупки косметики. Либо же покупки одежды. Там все поминутно буквально. Надо собирать, чтобы более-менее обзор сделать. Либо же меню. Либо же покупки с АТБ. Короче, всего по чуть-чуть. Надо что-то уже определяться и выпускать. Вот так вот. Всем большое спасибо за просмотр. За комментарии. Всем большой привет. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok